Здравствуйте, ребята! Без сучка, без задоринки говорят, когда все получается гладко, без осложнений и помех. Надеюсь, и наш урок пройдет сегодня без сучка, без задоринки. Тема нашего урока – падежные окончания имен существительных третьего склонения. На уроке вы узнаете о правописании ударных и безударных окончаний имен существительных третьего склонения. Отгадайте загадки. Кто-то ловко юркнул в норку, прихватив от хлеба корку. Знаешь ты ее, малыш, это серенькая мышь. Сочная, длинная, полезная, витаминная. И с кокетливой косой наслаждается росой. Пусть до осени сидит, как созреет, удивит. Морковь. Под обложкой клеточки, тоненькие сеточки. Чтоб примеры записать, ученик открыл тетрадь. Учит он читать меня с буквы А до буквы Я. Он не атлас, не словарь. Как зовут его? Букварь. День закончен, и опять нужно глазки закрывать. Дети спят, и сын, и дочь. К нам с небес спустилась ночь. Подумайте, что объединяет все отгадки. Все отгадки заканчиваются на мягкий знак. А какое слово заблудилось? Почему оно лишнее? Это слово букварь. Оно второго склонения. А все остальные слова третьего склонения. Вспомните, какие слова относятся к третьему склонению. К третьему склонению относятся имена существительные женского рода с мягким знаком на конце. Например, мышь, тетрадь. Просклоняем существительные мышь и тетрадь. Обратим внимание на окончание. Именительный падеж. Есть мышь, тетрадь. Родительный падеж. Нет мыши, тетради. Окончание и. Дательный падеж. Дам мыши, тетради. Окончание и. Винительный падеж. Винительный падеж. Вижу мышь, тетрадь. Творительный падеж. Горжусь мышью, тетрадью. Окончание и. Предложный падеж. Думаю о мыши, о тетради. Окончание и. Чтобы сделать вывод, обратимся за советом к ученому о та. Окончание имен существительных третьего склонения совпадают в именительном и винительном падежах. Нулевое окончание. В родительном, дательном и предложном падежах имена существительные третьего склонения имеют окончание и. Запомните окончание имен существительных третьего склонения. Именительный и винительный падежи – нулевое окончание. Творительный падеж – окончание «ю». Родительный, дательный, предложный падежи – окончание «и». Выполним упражнение. Из слов составьте словосочетание, поставив существительное в нужном падеже, при этом указав падеж. Обратите внимание на окончание. Проверьте. Остановился в тени – окончание «и» – предложный падеж. Крошки на скатерти – окончание «и» – предложный падеж. Ехал по степи – окончание «и» – дательный падеж. Подошёл к пристани – окончание «и» – дательный падеж. Просил о помощи – окончание «и» – предложный падеж. Случай из жизни – окончание «и» – родительный падеж. Ребята, все вы помните сказку о курочке рябе. Там мышка пробежала, хвостиком махнула и яичко разбилось. А у нас на уроке компьютерная мышь своим хвостиком запутала упражнение. К началу словосочетаний подберите подходящие по смыслу слова с шипящими на конце. Давайте проверим это запутанное упражнение. Круглый резиновый мяч – мужской рот. Верный преданный товарищ – мужской рот. Устная письменная речь – третье склонение. Громкий детский плач – мужской рот. Спелая золотистая рожь – третье склонение. Вкусный наваристый борщ – мужской рот. Красивая блестящая брошь – третье склонение. Я думаю, у вас получилось все правильно. Ребята, а вы знаете, кто такой редактор? Это человек, который исправляет ошибки. Догадались, какой следующий вид работы? Мы будем редактировать, исправлять ошибки в предложениях. Цыплят по осени считают. По осени – окончание «и». Третье склонение – дательный падеж. Хорошо быть в радости и жить в сладости. В радости – окончание «и». Третье склонение – предложный падеж. В сладости – окончание «и». Третье склонение – предложный падеж. Золото и в грязи блестит. В грязи – окончание «и». Третье склонение – предложный падеж. Воробьи дружно чирикают. Коттепели. Коттепели. Окончание «и». Третье склонение. Дательный падеж. Молодцы! Предлагаю поиграть. Подберите к именам существительным однокоренные слова третьего склонения без суффиксов. Определите падеж. Например, «упечки», «упечи». Родительный падеж. Теперь проверка. У печки. Первое склонение. У печи. Третье склонение. Родительный падеж. К морковке. Первое склонение. К моркови. Третье склонение. Дательный падеж. Около лошадки. Первое склонение. Около лошади. Третье склонение. Родительный падеж. К мышке. Первое склонение. К мыши. Третье склонение. Дательный падеж. Без тетрадки. Первое склонение. Без тетради. Третье склонение. Родительный падеж. Возле кроватки. Первое склонение. Возле кровати. Третье склонение. Родительный падеж. Подведем итог вместе с ученым АТА. У имен существительных третьего склонения в именительном и винительном падежах нулевое окончание. В родительном, дательном и предложном падежах окончание И. На этом наш урок подошел к концу. Я надеюсь, что он прошел, как и планировали. Без сучка, без задоринки. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok